Уважаемые дамы и господа, уважаемые докладчики и слушатели, я рад приветствовать вас на круглом столе Евразийской экономической комиссии, которую мы проводим при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей. Меня зовут Андрей Пантелеев, я возглавляю отдел стратегии экономической политики Департамента экономической политики в Евразийской экономической комиссии. И сегодня выступаю в качестве модератора этого мероприятия. Хочу поблагодарить всех за то, что вы к нам сегодня присоединились. К сожалению, мы не в штаб-квартире ската в Бангкоке, но мы в Зуме, где всегда хорошая погода. Давайте начнем. Наше мероприятие проводится в рамках Азиатско-Тихо-Океанского форума по устойчивому развитию. Задача форума — обсудить вопросы устойчивого и стабильного становления после пандемии COVID-19 в Азиатско-Тихо-Океанском регионе в целом. В ходе нашего мероприятия мы пытаемся определить, является ли текущий момент критическим для того, чтобы сделать картину нашего будущего не мрачной, а зеленой и построить более качественную, экологическую, устойчивую и стабильную экономику. В последнее время значения понятий «зеленый мир» и «зеленая экономика» трансформировались очень сильно, превратившись из теоретической концепции девиза «Гринпис» в суть глобального плана действий, подразумевающего практические меры по спасению человечества и оздоровлению мировой экономики. Наконец, мир пришел к пониманию, что решение проблемы разрушения окружающей среды служит ключом к повышению благосостояния людей и содействию устойчивому развитию. Изменение климата, ускоренное выбросами углекислого газа, загрязнение пластиком, широким использованием удобрений для производства сельскохозяйственной продукции, ограничивают перспективы здорового будущего для последующих поколений. Кризис COVID-19 высветил важность совместного решения этих проблем. Итак, что же мы должны делать, чтобы произошли перемены? По нашему мнению, решение имеет два аспекта – политический и экономический. Во-первых, для изменения традиционных моделей потребления необходимо улучшить понимание общественности важности экономических факторов. Для этого необходимо включить вопросы экологической ответственности и цели повестки ООН до 2030 года, планы национальных, наднациональных и межрегиональных стратегий социально-экономического развития и планов сотрудничества. Примечательно, что такой подход соответствует цели устойчивого развития номер 17. Во-вторых, зеленая трансформация требует экономических стимулов. Внедрение зеленых принципов в процессе производства и торговли должно стать выгодным. Тогда появится шанс трансформировать существующий фактор экономического роста. Поэтому нам необходимо выработать новые модели создания и управления международными производственно-сбытовыми цепочками воссоздания среды и опитания человека в соответствии с целью устойчивого развития номер 8. Подводить итог, можно сказать, что переход к зеленой экономике – это одновременно и достойная цель, и серьезная задача, которая так или иначе требует от международного сообщества объединения усилий и координации политик. Важно отметить, что многое уже было сделано. Позвольте мне представить первые успешные результаты. На уровне стран большинство государств-членов ЕАЭС включили цель внедрения принципов зеленой экономики в национальные стратегии развития и предложили специализированные программы, ориентированные на зеленую экономику. В качестве основных примеров можно привести национальную стратегию устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 года. Концепцию перехода к зеленой экономике на период до 2050 года в Казахстане, концепцию Кыргызстан – страна зеленой экономики, программы климатической доктрины и развития энергетики в Российской Федерации. О приоритете зеленой экономики объявили многие другие государства мира, в том числе здесь, в Азиатско-Техоокеанском регионе. Например, Китай объявил достижение углеродно-нейтрального баланса к 2060 году. Президент Си Цзиньпинь подчеркнул стратегическую важность экологических инвестиций и технологических инноваций, как ключевых основ зеленой трансформации в Китае. Среди других государств региона Сингапур стал первопроходцем в создании экологического стиля городской жизни. Индия приняла одну из наиболее всеобъемлющих в мире стратегий по продвижению проектов в области возобновляемых источников энергии. Значительные усилия прилагаются международными организациями и интеграционными объединениями. В частности, учреждения ООН, Всемирный банк и ОСР внесли свой вклад, предложив практически руководящие принципы в области политики. В регионе Азии и Тихого океана СКАТО ООН активно участвуют в проведении исследований и аналитической работы по движению политики и развитию потенциала государств-членов. В то же время важная связь между повесткой корпоративного сектора и целями государственной стратегии обеспечивается организациями, разрабатывающими руководящие принципы ответственного корпоративного учета, такими как Совет по стандартам раскрытия информации о климате. Перед региональными интеграционными объединениями стоит особенно сложная задача. Им пришлось согласовывать различные стратегии, политические меры и интересы государств-членов. Наиболее продвинутой инициативой является европейская «зеленая сделка», направленная на обеспечение независимости экономического роста от использования ресурсов. На уровне Евразийского экономического союза принципы «зеленой экономики» и реализации мер по устойчивому и инклюзивному развитию включены в стратегический документ союза «Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции» до 2025 года. Для достижения этих целей Евразийская экономическая комиссия, в частности, планирует создать рабочую группу по устойчивому развитию, которая станет умным и прозрачным инструментом привлечения широкого круга экспертов, консультациям по аналитическим отчетам и проектам правовых актов ЕАЭС. Уважаемые докладчики, мы будем благодарны вам за экспертный вклад в этот проект. Также ЕАЭК планирует организовать ежегодный конкурс лучших зеленых корпоративных практик. Конкурс призван обеспечить стимулсы для перехода бизнеса стран ЕАЭС к зеленой модели деятельности. К сожалению, пандемия COVID-19 значительно замедлила переход к устойчивому развитию. Мы попытались раскрыть ключевые проблемы и вопросы, которые всплыли в связи с нынешним кризисом. По нашему мнению, ответы на эти вопросы должны обеспечить общее понимание ценностей зеленого пути глобального развития. Эти вопросы следующие. Каковы последствия перехода к зеленой экономике для правительств, бизнеса, населения? Выгодно ли это для государств и предпринимателей с точки зрения используемых ресурсов и достигаемого эффекта? Можем ли мы с уверенностью утверждать, что реализация принципов зеленой экономики обеспечит устойчивый экономический рост в среднесрочной и долгосрочной перспективах? Связанный с этим вопросом, каковы наиболее эффективные пути трансформации существующих моделей производства и управления в соответствии с принципами зеленой экономики? И последний вопрос. Какие направления зеленой политики должны стать одними из основных для многостороннего сотрудничества? Для обсуждения этих вопросов мы пригласили замечательных докладчиков, и сейчас настало время предоставить им слово. Но прежде чем мы продолжим, позвольте мне кратко напомнить о нашей программе работы. Обсуждение включает две части. Мы начнем с презентации. Я напоминаю выступающим о необходимости соблюдать регламент. Десять минут. Кроме того, пожалуйста, не забывайте выключать микрофоны, когда вы не выступаете. И вторая часть. У нас будет дискуссия, в которой приглашаются наши выступающие спикеры. Дадут ответы на короткие, но непростые вопросы. Обратите внимание, что слушатели могут задавать вопросы в разделе чата через Zoom или YouTube, где мы ведем прямой эфир. Итак, давайте начнем дискуссию. Начнем с региона Азии и Тихого океана. Я хотел бы пригласить Николая Помощникова, главу субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии экономической и социальной комиссии ООН. Он нам близкий друг из четыре из пяти государств ЕАЭС, расположенные в Северной и Центральной Азии. Поэтому работа с субрегиональным офисом особенно важна для ЕАЭС. Комиссия и субрегиональное отделение тесно сотрудничают и обмениваются опытом в области устойчивого развития. Николай, дорогой, передаю вам слово. Большое спасибо. Сейчас я поделюсь своей презентацией. Одну секундочку. Да, все нормально, мы видим. Все в порядке. Уважаемые коллеги, участники и коллеги, мне очень приятно и большая честь участвовать в сегодняшней телеконференции. Это действительно очень важное мероприятие, и я очень признателен Андрею Алексеевичу за очень информативное вступление к нашему мероприятию. В своей презентации я бы хотел сфокусироваться на двух вопросах. Насколько мы продвинулись, и второй вопрос, продолжая вести бизнес в обычном режиме, сможем ли мы достичь наших глобальных и национальных целей. Но для начала давайте посмотрим на ситуацию с прогрессом в достижении СУР в Северной и Центральной Азии. В последний год. И отчет был опубликован, и это было очень знаковое событие, сопровождавшееся субрегиональными дискуссиями. Что же мы увидели и что же мы можем вынести из этого отчета? Конечно же, ковид повлиял на общую картину в Северной и Центральной Азии. Мы видим только 10-е и 16-е цели устойчивого развития успешно были продвинуты, если сравнивать с показателями прошлого года, предыдущего. И 11-е, 13-е, 14-е цели регрессируют. Это как раз зеленый блок, как вы понимаете. Итак, что же сейчас регрессирует в Центральной и Северной Азии? Это устойчивые города и население два года подряд. И также мы видим много других вопросов, связанных с различными дорожно-транспортными происшествиями и стихийными бедствиями. И цель 14-е, наиболее регрессивная цель в субрегионе с учетом измеримых целевых показателей. И для вашего сведения я должен сообщить, что даже в доковидный период были прогнозы по инвестиции 1,5 триллиона в год. И только для стран Азии и Тихоагианского региона. И где-то 590 миллиардов нужно для достижения потребностей ЦУР. Так что же, в довершение ко всему, финансовые потоки, необходимые для ускорения прогресса, они небольшие по сравнению с инвестиционными потребностями в ЦУР. Если посмотреть на левый график дополнительных потребностей в инвестициях в ЦУР, процент ВВП в год, то если мы смотрим на уровень состоятельности людей и планеты, то справа мы видим прогнозируемые и актуальные цифры. Это процент 2 роста, это такой реальный рост и оптимистический процент 5. Давайте еще посмотрим на ответные меры на COVID-19. Вы видите процент ВВП в странах, каков был фискальный пакет. Если вы посмотрите в левую часть, что в Центральной Азии не только. Мы видим здесь, мы не в лидерах среди субрегионов. И вторая часть слайда показывает, что расходы ВВП на фискальные пакеты неравны в зависимости от страны. И что следует признать, эти меры реагирования на COVID-19 должны соответствовать ответам на изменения климата, основываться на экологическом восстановлении. Одна из задач связана с энергетическим сектором. И целевые действия, конечно же, нацелены на избежание серьезного экологического шока и также стараться выполнять повестку 2030 года. Вы также видите меры реагирования на COVID-19 действия в связи с изменениями климата. Ожидается, что весь азиат-тихоагианский регион потратит в целом 5 551 миллиард долларов США на борьбу с COVID. Но в то же самое время, что касается в целом, только 15 азиатско-тихоагианских стран предоставили оценки финансирования действий по смягчению последствий. Только 15 стран, если говорить о нашем азиатско-тихоагианском регионе. А на этом слайде мы с вами можем увидеть, какие есть сильные стороны, так сказать, сладкие точки для зеленого восстановления и зеленого роста, основанные на трех направлениях работы. Это реагирование на COVID-19, потребности бедного населения Северной и Центральной Азии и меры по смягчению изменения климата, адаптации в НЦД. То есть нам необходимо обеспечить сбалансированный подход в наших действиях. Для вашего сведения, согласно Международному агентству по энергетике, последних прогнозов и оценок, потребуется инвестиции 1 триллион. Инвестиции 1 триллиона плюс ежегодно именно в зеленую энергию. И это создаст 9 миллионов новых рабочих мест и сокращение выбросов углеводорода на 15%. Что еще интересно, если посмотреть на зеленое восстановление в Северной и Центральной Азии? Допустим, на этом слайде вы видите три сектора – энергетика, транспортный сектор, сектор авиаперевозок и туризма. Итак, в каждом секторе мы можем сделать очень много, но я могу сообщить вам, что наше государство-члены уже принимает много действий в этом отношении. Например, я могу сообщить, что в секторе энергетики Азербайджан проводит очень важные мероприятия Грузия, Узбекистан. Если мы посмотрим на транспортный сектор, то мы можем отметить Казахстан, Грузию и также авиаперевозки, туризм. Здесь заметна Грузия, которая предпринимает действия для устойчивого восстановления. И это очень позитивный признак. Давайте же посмотрим на другие секторы. Это землепользование и управление рисками стихийных действий. Я могу, например, подчеркнуть, что здесь Азербайджан предпринимает активные действия в деле пользования и расширения зеленых насаждений. Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и у России есть очень нехорошие инициативы. Системь миллионов деревьев будет посажено в России. Если посмотреть на управление рисками стихийных действий, то здесь Таджикистан, Армения, Грузия, они принимают определенные меры. А также Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан с Узбекистаном, они тоже занимаются серьезным управлением рисками стихийных действий. Давайте посмотрим на очень важный сектор, сектор железных дорог во время постковидного периода. Я должен сказать, это наиболее экологичный и чистый транспорт для азиато-океанского региона. Но здесь также есть определенные вызовы. Конечно же, необходимо предпринимать оперативные меры по сокращению дизельных двигателей и использованию альтернативных видов топлива. И использовать новые технологии, такие как водород. Уже эти меры начали предприниматься, но пока недостаточно. И, конечно же, цифровизация многих операций на железной дороге, они помогут повысить энергоэффективность операций за счет мониторинга, оптимизации, снижения общего энергопотребления. Мы активно используем рабочие группы согласно межправительственного соглашения. И это происходит на ежегодной основе встречи. Мы обсуждаем текущие проблемы и вызовы. И, наконец, последний слайд посвящен рекомендациям по зеленому восстановлению в Северной и Центральной Азии. Конечно же, нужно всем нам пересматривать свои обязательства, такие как Парижское соглашение на предмет действий, чтобы более оперативно реагировать на COVID-19 и выполнять это соглашение. И также включать стратегии зеленой экономики в усилие по становлению, например, инвестировать в низкоугленорные системы, инфраструктуру. Нужно приоритизировать зеленый сектор и, конечно же, предоставлять достаточную поддержку с помощью СПЕКа, APSFD, субрегиональный форум ПАЦУР. Такие вот межправительственные встречи мы скоро организуем совместно с Туркменистаном. Нужно создавать информационные продукты, наращивать потенциал, обучение. И я также приглашаю вас активно участвовать 30 марта, когда будет запуск новой экономико-социальной инициативы по изучению. Это очень интересное мероприятие, которое затронет многие вопросы, которые были затронуты в моей презентации. И я передаю слово Андрею Алексеевичу. Спасибо, уважаемый коллега, за ваш интересный отчет, за программы перехода к зеленой экономике в нашем регионе, Северной и Центральной Азии. Итак, давайте обратимся к глобальным перспективам и давайте вспотрим 2019 года отчет Анктад, вопросы о новой зеленой сделке. Даже до пандемии Анктад уже предупреждал, что необходимо обеспечить более устойчивое развитие и нужно объединять усилия. И пандемия только лишний раз подчеркнула важность зеленой сделки. И чтобы представить вызовы, стоящие перед нами, я хотел бы предоставить слово другому нашему коллеге, Игорю Пауновичу, главу подразделения стратегии благобализации и развития, конференции ООН по торговле и развитию. И должен сказать, что эта комиссия и ЮНКТАТ работают вместе, и мы совместно разработали методику по оценке экономического роста. Игорь Паунович, слово вам. Большое спасибо. Я очень рад снова участвовать в вашем мероприятии и поделиться результатами нашей работы. Я сейчас выведу свой экран, чтобы вы могли увидеть мою презентацию. Сейчас видно? Да, видно. Отлично. Итак, я хотел бы вначале, извиняюсь, можете нажать F5, чтобы мы увидели презентацию во весь экран? Отлично, спасибо. Так я хотел бы начать на том, на чем вы остановились в вашей вступительной речи. Мы говорили уже и работали пару лет над работой над новой зеленой сделкой в нашем отчете. В 2019 году мы представили это в нашем отчете ЮНКТАТа. Я думаю, что отправная точка для любой дискуссии по вопросам устойчивого развития должна начинаться вот с чего. Это, как вы видите, газета Financial Times, их заглавная страница, 18 сентября 2019 года, где написано, что капитализм требует перезапуска. Это не просто ЮНКТАТ или система ООН, или академические круги говорят, что сейчас что-то совсем не так с капитализмом и с тем, как он сейчас работает. Но также Financial Times, который как раз представляет голос крупного капитала. И что является одним из главных вопросов? Как вы видите, здесь содержание СО2 в атмосфере взлетело за последние 50 лет, и мы видим экспоненциальный рост. И это касается всего индустриального мира, и не только. И с правой стороны представлено так называемое углеродное неравенство. 10% населения производят почти 50% общих выбросов за последние... И так было за последние 50 лет. Также есть огромный дисбаланс в том, как мы вносили вклад в эту проблему. И также требуются разные подходы к этим вопросам и от развивающегося мира, и от развитых экономик мира. И результат — это то, что мы видим сейчас в газетах практически ежедневно. Практически нету таких уголков мира, которые так бы или иначе не были бы затронуты этим явлением. Я призвал бы вас, если вы еще этого не сделали, прочитайте «Необитаемая земля», «Жизнь после глобального потепления», эту книгу. Это действительно откроет ваши глаза любому человеку. Что можно ожидать, если мы не будем действовать незамедлительно? В Юнгтаде мы предлагаем следующее. Нам необходимы национальные политики, но также изменения на глобальном уровне. Безусловно, повестка 2030 международного сообщества направлена на то, чтобы избежать кризиса в экологической сфере и в экономике. И требуются огромные инвестиции. И здесь требуется объединение глобальных усилий. Мы говорим не только о миллиардах долларов, здесь требуются триллионы долларов инвестиций. И для развивающихся стран мы предложили как минимум 2-3 триллиона долларов в год. Для таких крупных стран, как США, полтора триллиона долларов. Это оценка, которую осуществил Сандерс и другие. Но правила глобализации, гиперглобализации не изменились после кризиса, глобального кризиса. Глобальная экономика опять ведет к долгу, к неравенству, к недостаточному инвестициям. Это структурные проблемы глобальной экономики. И если мы не будем решать эти вопросы, то мы ни к чему не придем. И один из основных вопросов, который мы часто слышим, пусть частный капитал работает на общее благо, на благо общества. Пусть он гарантирует. И такой подход, по сути, говорит, что виновники в финансовом кризисе 2008-2009 года помогут нам предотвратить климатическую катастрофу. И использование специальных предприятий, государственно-частного партнерства и других инструментов только приведет к большему неравенству, а не приведет к устойчивому развитию. Потому что нет никаких свидетельств о том, что частный капитал способен отвечать на эти запросы и решать эти задачи, которые я здесь сейчас упомянул, и не предоставят вот эти триллионы долларов, о которых я сейчас говорил. Мы же говорим о новой зеленой сделке, которая требует экономической справедливости и охраны окружающей среды, которая сейчас разрушается. Нам нужно вырваться из этого порочного округа. Существенные элементы новой глобальной зеленой сделки следующие. Они включают новый рост, новое регулирование и новое перераспределение. И прежде всего нужно завершить политику жесткой экономики, экономии, извините, потому что у нас был длительный период, период жесткой экономии, который завершился только во время пандемии, в которой более десятилетия глобальная экономика не росла так, как могла бы и как должна была бы расти. Новые приоритеты в макроэкономической политике. Нам нужно наращивать государственные инвестиции для декарбонизации энергетического сектора транспорта и сельского хозяйства. Нам требуются государственные или публичные банки, которые более сильные и более ориентированы на эти цели, потому что они следуют другой логике, не логике извлечения прибыли и выгоды, как частные коммерческие банки, но они должны преследовать социальные цели, соответственно, мы должны их укреплять. Также нужны зеленые промышленные политики, это достаточно очевидно. Также нужно увеличивать долю зарплат, потому что доля зарплат в глобальной экономике сжималась за последние десятилетия. Раньше это было 59% от общего выручки, сейчас до 52%. Эта доля скатилась. И, очевидно, мы видим дефляционные последствия, и также нужны прогрессивные налоговые меры. По сути, нам необходимо, когда мы думаем об этом, лозунги этой сделки, мы должны поднимать людей, поднимать их, выводить их из нищеты и должны охлаждать планету. Для достижения этого, для этих реформ, нужны реформы на международном уровне. И я хотел бы сейчас кратко поговорить о некоторых из них. Особенно развивающиеся страны имеют здесь больше возможностей. COVID-19 показал, что очень асимметричная ситуация оказалась в сфере экономики. Конечно, у развитых стран были больше возможностей налогобюджетного маневрирования, а в развивающихся странах с этим было сложнее. Также необходимо пересматривать соглашения о свободной торговле и также инвестиционные соглашения и поддерживать контроль капитала. Также нужно бороться с уходом от налогообложения корпорациями и устанавливать уровень глобальный минимальный уровень налогообложения на 20-25%. Более 50 государств на данный момент либо испытывают крайнюю зависимость от долга или они на грани долгового кризиса, потому что они накопили огромный долг за последние десятилетия и особенно за последний год. Также нам требуется соответствующий глобальный банк, который бы финансировал глобальный переход на зеленые рельсы развития, особенно на мировом юге. Также нужен зеленый план Маршалла, передача технологий, развивающимся странам, потому что у них нет зеленых технологий. Им потребуются вот такие технологии. Также нужны соответствующие средства, разные механизмы финансирования, специальные... СДР, специальные доли заимствования и так далее. Вопрос последствий пандемии на зеленую сделку является важным. И мы видим, что много работы, которая проводилась до пандемии, либо остановилась эта работа, либо она замедлилась в результате пандемии. Мы предлагаем, что без вот этой новой глобальной зеленой сделки экономические и экологические вызовы не могут быть решены. Не только национальный, но глобальный международный элемент есть во всем этом. И мы уже продемонстрировали в нашей работе, на нашем отчете Юнгтада, что нужно стремиться к ускорению экономического роста и к декарбонизации. COVID-19, с нашей точки зрения, поднял, по крайней мере, дал нам, по крайней мере, три дополнительных урока, связанных с зеленой сделкой. Во-первых, даже с мировым ростом экономики порядком 4,7%, который ожидается в этом году, к концу 2021 года мировая экономика сократится на 10 триллионов долларов по сравнению с предыдущим периодом. Останется много людей без работы, людей, которые обнищали, поэтому ускоренный рост мировой экономики даже еще важнее, чем он был раньше, два года назад. Также мы хотим сказать, если нет скоординированных усилий по ускорению экономического роста на глобальном уровне, то у нас будет потерянное десятилетие, по крайней мере, в развивающихся странах, потому что они применены долгом, у них нет доступа к вакцинам, они получат вакцины, скорее всего, в 22-м или даже в 23-м годах, а то и позже. И это означает, что 5 лет для этих стран будут потеряны. И потребуется еще 5 лет, чтобы наверстать упущенное. и они выйдут тогда на уровни до пандемии, где-то в течение этого десятилетия. Поэтому, с точки зрения ЦУР, мы можем ожидать здесь потерянное десятилетие, если мы не сделаем что-то по этому поводу. И также еще очень важный момент. необходимо подчеркнуть разные идеологические точки зрения. Здесь такой урок. Государства могут реагировать на экстренную ситуацию, если у них есть на это воля. где-то 15 триллионов долларов этой бюджетной поддержки за последний год было предоставлено государствами с левым уклоном или консервативными правами, правительствами правого толка. Триллионы долларов были влиты в эти пакеты поддержки в связи с экстренной ситуацией, вызванной пандемией. Когда государства хотят действовать, они могут действовать. Что же касается цели устойчивого развития, особенно вопросов охраны окружающей среды, то мы не видим такого подхода. Мы не видим здесь осознание экстренной ситуации. И здесь нужно делать гораздо больше, чем то, что пока делалось. И последний момент, который хотел бы подчеркнуть, это пандемия COVID-19 показала, что у нас есть глобальные проблемы, но в целом мы подходим к ним, как если бы они были локальными вопросами, национальными вопросами. То есть у нас есть локальные какие-то действия или решения должен быть глобальный ответ на пандемию, производство вакцин должно быть массовым, чтобы весь мир мог быть вакцинированным в течение этого года и чтобы мы могли вернуться к более высоким темпам экономического роста по всему миру. миру. Но мы сейчас соревнуемся, мы конкурируем за вакцины и не предоставляем вакцины большей части населения, не даем им то, что им необходимо, и тоже справедливо в отношении экологических вопросов. Это глобальные проблемы. Но мы недостаточно уделяем им внимание, нету достаточной координации и сотрудничества в этих сферах. И глобальная зеленая сделка требует вот этого многостороннего подхода к операции, чтобы у нас было большее сотрудничество по этим вопросам. А без этого, к сожалению, не будет возможным достичь реализовать повестки в 20-30 срок. Большое спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Игорь, за вашу подробную, очень интересную презентацию. Конечно же, проблема, которую вы сейчас упомянули, очень важны. Они имеют критическое значение для будущего развития, для продвижения ЦУР. Мы должны очень активно на это реагировать и сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами на всех уровнях. И наш следующий выступающий участвует в очень важном деле. Он доводит глобальные цели до уровня бизнеса. Михаил Зимоний из Совета по стандартам раскрытия информации и экологической воздействия, директор по вопросам политики и внешней связи. Он правляет свет на вопрос о том, почему предпринимателям необходимое руководство по принятию стандартов устойчивой отчетности и каким последствиям приводит использование такого руководства. следования зеленой политики. Михаил Зимоний, пожалуйста. Мне очень понравились предыдущие презентации и я уверяю вас, я думаю, что мой доклад будет перекликаться с теми вопросами, которые были затронуты ранее и посвящены нашей повестке дня. Нам очень важно заниматься текущими вызовами и предлагать практические решения. Я бы поговорил сегодня поговорить с вами об информации, как инструментарий по лучшему информированию для принятия решений в сфере зеленой экономики. Предыдущие выступающие говорили уже о больших экономических финансовых ресурсах для достижения цели устойчивого развития. Да, я согласен, есть большие вызовы для частного сектора в этом направлении и также правдиво то, что общественных финансов недостаточно, для переходного периода, чтобы перейти в более зеленое будущее. И в частном секторе бизнесы и инвесторы конечно же играют очень важную роль. Не только потому, что они исполнители и работают над какими-то задачами, которые стоят перед нами, но и также они могут предложить новые решения. мы можем также помочь им, насколько мы понимаем нашу ситуацию сейчас и куда направляются бизнесы. Мы считаем, что информация, конечно же, помогает лучше ориентироваться и принимать более адекватные и правильные решения. мы думаем, что компании, которые сообщают об изменениях климатических и информацию экологическую, это дает большее представление и идею. Инвесторам лучше оценивают как можно подстроить свою деятельность с учетом текущих экономических, социальных и экологических систем и, конечно же, это влияет на будущее финансовые показатели бизнеса. И здесь дело не только в чисто целях общества, мы думаем, здесь также большое значение должно уделяться именно экологической составляющей сохранению нашей планеты и вот почему это наше консорциум девяти бизнес-организаций, экологических организаций, которые представлены здесь. И наша миссия очень простая, предоставлять экологическую информацию, которая будет распределяться для компаний и инвесторов, которым она будет интересна, когда бизнесы коммуницируют информацию инвесторам о будущих перспективах, и они также учитывают, как экологические и другие социальные вопросы могут оказать влияние на их показатели развития. И я также хотел бы подчеркнуть несколько основных моментов, которые помогут вам получить представление о нашей работе. Очень важное мероприятие проходило последние пять лет назад. Это учреждение специальной целевой группы, которая оценивает финансовые и климатические риски, и это влияет на финансовую стабильность. И тоже самая организация подготовила финансовый отчет, который посвящен мерам, помогающим выйти из финансового кризиса и способность справиться с различными рисками в переходный период. И также эта целевая группа была создана для того, чтобы давать рекомендации компаниям, и эти рекомендации были созданы для того, чтобы пояснить инвесторам, какие финансовые риски связаны с климатическими изменениями и какую угрозу представляет это для бизнеса. Это четыре сферы, которые вы видите справа на слайде. Это управление бизнесом, как управление бизнесом было создано, чтобы более адекватно оценивать риски климатических изменений. И вторая сфера это стратегия, что они делают по поводу этих рисков, каковы их дальнейшие планы, как они сверяют свою политику и какой есть инструментарий практики для того, чтобы смягчить воздействие этих рисков, также метрикой целей. И таким образом, идея, которая стоит за этими рекомендациями, это помочь бизнесам коммуницировать лучше инвесторам появляющихся и растущих рисках, и чтобы инвесторы понимали, какие есть финансовые перспективы с учетом этих растущих рисков. Это, конечно же, важно понимать для дальнейшей политики, и это говорили уже предыдущие выступающие, мы можем использовать эти рыночные иконизмы, чтобы финансировать переходный период к более зеленому будущему, и делая так, мы стараемся более всесторонне адресовать глобальные цели и практики на национальном и региональном уровне. И я говорю здесь об определении роли, финансовой роли различных бизнесов, и эти рекомендации помогают очень успешно осуществлять и можно показать, какая была поддержка была оказана бизнесу в глобальном масштабе и в регионах, включая правительственные организации, Великобританию, Европейский Союз, Канаду, Австралию, Японию и другие страны. И самые важные тренды это то, что правительство воспринимает эту проблему достаточно серьезно, и уже политика меняется. И некоторые страны, как Япония изменили свою позицию, и у них появились добровольные инициативы по поддержке бизнеса, и предоставляется больше информации инвесторам. Великобритания, допустим, вчера сообщила о том, что эти рекомендации будут обязательными теперь, и также нужно учитывать эти рекомендации, чтобы независимо от политических и других аспектов. И это, конечно, очень радует. И климатические изменения, появляющиеся климатические изменения все больше и больше заботят. И мы также говорим об экологических, социальных вопросах и транслируем эти вызовы на целеустойчивое развитие, связанные с развитием компаний и их деятельностью. И в контексте сегодняшней презентации я бы хотел привести несколько примеров, как это сегодня делается, какие партнерства создаются, чтобы справиться с этими вызовами. Я уже говорил, некоторые инициативы региональные, есть также международные платформы для установления механизмов эффективной помощи. Это G20, большая двадцатка, которые обсуждают эти рекомендации. И мы видим сейчас рост интереса. И также вопросы поднимаются будут эти на встрече большой двадцатки. И мы надеемся увидим определенный прогресс и изменения в этом направлении. И конечно же конференция, которая будет посвящена климатическим изменениям, там будут рассмотрены новые инициативы частного сектора и использование международных финансовых платформ, которые объединяют многие правительства для обсуждения и обмена консультациями и рекомендациями по поводу работы над этой проблемой. И рынок также отреагировал на эту инициативу. Мы видели много инициатив со стороны частного сектора, которые работают, и также многие другие инициативы нацелены на поддержку, которые действительно транслируют глобальные цели, связанные с борьбой по климатическими изменениями. И последнее, но тем не менее очень важное, я бы хотел упомянуть, рынки также участвуют и их вклад очень также инициатива Организации Объединенных Наций, и была проделана большая работа, мы продвинулись вперед, когда рынки становятся более доступными, и в конце моей презентации уже истекли 10 минут, большое спасибо за внимание. Да, большое спасибо, Михаил, за ваши рекомендации и практические инструментарии, которые можно использовать для поощрения компании, чтобы они становились более экологичными. и в продолжение нашей темы я бы пригласил поделиться представителем международной организации Лила Рейна, это экономист Всемирного банка по вопросам окружающей среды и изменения климата. Лила, приглашаю. Андрей, благодарю вас за приглашение. Для меня большая честь участвовать в такой дискуссии. Сейчас я поставлю свою презентацию, буквально секундочку. Итак, я хотел бы представить свои тезисы, хотел бы поговорить о роли экономических инструментов и аналитики. Но чтобы обсудить вот эту картину, которая нас ожидает, будет ли нас зеленое будущее или какое-то мрачное будущее, можно представить это в виде такой картинки. Вот предыдущий спикер говорил о том, что несколько волн трудностей на нас обрушилась и на этом проблемы не закончились. Еще большие проблемы нас ожидают. На что мы должны сейчас обращать внимание? Как сказал предыдущий спикер, конечно, экономический инструментарий очень важен. Он ориентирует нас и помогает нам отвечать на эти вызовы. И мы должны, конечно, в контексте воспринимать эти проблемы. Как мы должны реагировать? Если это большая проблема, мы должны, конечно, выходить на соответствующий уровень. И какая у нас сейчас ситуация? С одной стороны, у нас есть кризис в связи с пандемией и также необходимость перехода на зеленые рельсы в экономике, используя финансирование, политику, институциальные реформы. Соответственно, здесь требуются самые разные инвестиции и для зеленого становления. Это краткосрочные инвестиции и также более долгосрочные инвестиции. Поэтому могут требоваться самые разные инвестиции. Здесь преодоление последствий природных катастроф, укрепление институтов, системы здравоохранения, также социальная поддержка населения, инвестиции, возобновляемые источники энергии и также закупки зеленых продуктов и также использование природных ресурсов, минимизация загрязнения окружающей среды и последствий для окружающей среды, использование воды в сельском хозяйстве, внедрение устойчивых стандартов для развития инфраструктуры. Но это достаточно стандартный набор мер для более ответственного экономического роста к более объемлющим подходам, ориентированным на ЦУР, на социоэкономические аспекты устойчивости. Но также, как вы знаете, зеленое развитие должно сделать экономический рост независимым от использования природных ресурсов, как об этом уже было сказано Игорем в его выступлении. Сегодня мы хотели бы обсудить, какие экономические инструментарии и аналитические ресурсы, информационные ресурсы могут использоваться и чем это отличается от предыдущих экономических подходов. И здесь чего мы можем ожидать? Здесь нужно, чтобы наши политики предвидели и предупреждали будущие кризисы. Почему нужно действовать или почему не нужно действовать? И вот эти экономические инструменты помогают нам понять, что да, на нас накатится сейчас волна кризиса и что мы должны сделать. Соответственно, мы видим разрушение природной среды и многие страны в Европе и в Центральной Азии анализировали вот это и заложили аналитические основы для того, чтобы потом можно было вырабатывать политики. И поэтому есть такие подходы, которые помогают выявить какие-то пробелы и, соответственно, решать эти вызовы, экологические вызовы, и также приоритизация инвестиций, обоснование следующих мер в свете пандемии и привлечения рынков. Например, в Грузии изучение сфокусировалось на побережье, как предоставление работы, обеспечение питанием и развитие городской среды в побережных зонах и управление инвестицией в этих зонах и при этом защита окружающей среды и предотвращение загрязнения. В Хорватии в соответствии с исследованием была оценена утрата экосистем и природных ресурсов, соответственно, были оценены масштабы загрязнения, была предоставлена карта, на которой указаны результаты работы. Но можно идти дальше. И, кстати, они сделали дальнейший шаг. Они провели анализ для оценки приоритетов, где можно получить наибольший эффект. Что касается Словакии, то там недавно опубликовали оценили и в том числе в Таджикистане последствия нарушения, разрушения природной среды в горах и оценили в долях от ВВП. И, соответственно, это помогает правительству предпринимать соответствующие решения. Мы видим, сколько было потеряно, допустим, урожая, насколько сократились леса и какие требуются сейчас инвестиции, какая была потеряна биомасса, какая инфраструктура требуется, что было утрачено в результате стихийных катастроф. Поэтому, извлекая уроки из прошлого, мы можем двигаться вперед, и на уровне стран проводится экологический анализ, и также есть более микроуровень, это уровень конкретных проектов, как мы можем оценить результаты осуществления конкретных проектов, и можем интегрировать социальные аспекты, углеродные аспекты, аспекты устойчивого развития, и смотреть также, какие могут быть финансовые выгоды, чтобы вот этот переход на зеленые рельсы был выгоден. Что касается экологического анализа на уровне страны, то здесь происходит выявление и анализ наиболее важных аспектов на уровне страны. это означает, например, в России это зеленое финансирование и инвестирование. Мы смотрим на то, что было в прошлом, и что можно делать в будущем, и какие партнерства могут быть осуществлены, как приоритизировать такие направления развития, например, между Министерством финансов и Всемирным Банком. Как можно бороться таким образом с вызовами в сфере охраны окружающей среды? И как мы можем обеспечить дальнейшее развитие? И у нас была серия флагманских отчетов, связанных с водой. Обычно мы смотрим на ВВП, на финансовые показатели, но есть, помимо ВВП, есть еще другие показатели, например, природные богатства, которые можно оценивать. И вот это то, что будет включено, что включено в эти отчеты. Соответственно, мы можем оценивать изменения в природных богатствах. Капитал, например, мы говорим о экономическом капитале, мы говорим о человеческом капитале, мы говорим о природном капитале, и также ущербе, который возникает в результате загрязнения окружающей среды. Мы, соответственно, пытаемся интегрировать все вот эти показатели и посмотреть на природные ландшафты. И если требуются частные инвестиции, мы объединяем страны для сотрудничества в этом направлении, для зеленого развития. Могут быть примеры, как, например, в Индонезии, о чем я сейчас буду говорить, но также могут быть совместные мониторинговые проекты, чтобы вот эта зеленая трансформация осуществлялась совместно. Поэтому, если мы говорим о тех действующих лицах, которые проявляют деятельность в этой сфере, то здесь у нас есть несколько элементов. Это меры, направленные на предотвращение климатических изменений, есть институциональные перемены, технологические инновации, которые нацелены на макроэкономические эффекты и также модель рассчитывает разные последствия налогово-бюджетной политики, используя традиционные стандарты и также как мы можем способствовать устойчивому развитию в сфере сельского хозяйства и внедрению зеленых политик. Этот анализ важен, потому что он помог информировать соответствующие стороны. И также это хорошая стартовая точка, отправная точка для гражданского общества, для обсуждения экономических затрат, действий по противодействию климатическим изменениям и также помогает осознать, какой ущерб был возник в результате стихийных бедствий или изменения климата. Вот пример от России, данные от РССП, и был отчет по национальному благосостоянию, и здесь, собственно, мы видим пример перерасчета, учет других показателей. Здесь человеческий капитал, мы видим чисто иностранные активы, также созданный капитал, природный капитал и общее благосостояние на душу населения. Мы видим, что у нас повысилось, что у нас понизилось, но впервые вот именно в этом расчете, это для того, чтобы отчитывать показатели роста, что важно для политиков. Мы видим, что системные подходы, что касается лесных ресурсов, что касается ресурсов леса, например, ягоды, дикая природа, соответственно, мы информируем соответствующих заинтересованных лиц, и мы развиваем необходимый потенциал для того, чтобы работать в этой сфере. Почему это важно? Потому что изменения ВВП всего этого не отражают. Здесь мы должны разбить это, чтобы увидеть, насколько устойчивым является этот рост, потому что мы не просто создаем благо, но мы должны еще понимать, где они и как происходят. И это должно отражаться на национальной системе счетов, находить отражение в них. Соответственно, методологии должны отражать человеческий капитал и оценка активов. Соответственно, если требуется дополнительная информация, которая связана с этими публикациями, это можно представить. но можно идти и дальше. В Индонезии в прошлом году использовались национальный отчет по капиталу, это национальная инициатива по снижению углеродного воздействия, и здесь разные сценарии рассматривались в соответствии с разным уровнем амбиции и как для достижения целей по противодействию климатическим изменениям. И есть модель, связанная с ЦУР, и здесь есть обратная связь между разными секторами. Например, если вы инвестируете в сохранение лесов, как это будет менять то, как вы будете видеть трудовую занятость и так далее, другие показатели в экономике, и какой рост у нас будет, повысится ли он или нет. Поэтому рассчитывая вот эти разные сценарии и разные меры политики, можно увидеть, будет ли решение, которое выгодно для всех, которое приведет к росту экономику и требует ли более амбициозных политик. Но впервые они также учитывали тот факт, что на нас идет вот эта большая волна кризиса и также возможность позаботиться. Допустим, если у вас нет чего-то, допустим, нет достаточно рыбы, чтобы вы ее продавали, ну, и ваш какой-то возобновляемый ресурс стал больше невозобновляемым. И мы видим здесь действительно существенное падение, если инвестиции не производятся, даже в худшем сценарии, мы видим здесь такое падение. И также независимо от ковида и этой ситуации, мы видим, что включено в их среднесрочный план, и какие будущие инвестиции будут осуществляться в Индонезии. Это хороший пример того, как учет природного капитала, то есть природных богатств, как он может влиять на общее направление политики. Если мы говорим о зеленом переходе, то есть, безусловно, другие примеры в мире, которые показывают нам, как осуществляются инвестиции. Мы видим это в Турции, в России, в Украине, на Западных Балканах, где реагируют на климатические изменения и соответствующим образом корректируют свою политику. У нас, конечно, самые разные вызовы, и мы должны на них реагировать. Если у вас будут вопросы, я буду рад на них ответить. Можете также писать мне. Спасибо большое за эту возможность выступить перед вами. Спасибо, дорогая Лила. После вашего выступления мы уверены, что Всемирный Банк будет играть важную роль к переходу к зеленой экономике и подскажет нам, что нужно делать. На следующий выступающий мы теперь сможем понимать его речь, связь между обществом и государственным бизнесом. Я хотел бы дать слово Михаилу Бабенко, руководителю программы «Зеленая экономика» в Российской Федерации при Всемирном фонде Дикой Пророды. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Всем спасибо за приглашение на это мероприятие. Я не подготовил презентацию и я думаю, я поделюсь своими мыслями. так многие актуальные мысли уже были высказаны уже, когда мы слышали о различных планах и перспекциях. И как представитель самой крупной экологической организации Всемирный фонд дикой природы в Российской Федерации и программой «Зеленая экономика» следует поместить какая связь между финансами. Я думаю, что мы были консервационной организацией, которая осознали в какой-то момент, что климатические изменения неизбежно требуют новых инструментов, новые практики, новые рынки, новые правила и законы. И поэтому мы решили более активно продвигать и пропагандировать «Зеленую инициативу» как концепцию. Мы заметили также то, что связано с устойчивыми целями развития. Это разница между ключевыми игроками и какие были поставлены цели в начале наступления нового столетия. И что мы видим сейчас, многие компании и секторы занимают ведущую роль в продвижении достижения устойчивых целей развития. И это отражается в бизнес стратегиях. Вы также говорили о вызовах, которые мы увидели в результате наступления ковида. Да, это, конечно же, вызов для всех экологов. И мы не можем не реагировать на решения и политику правительства и бизнеса. и хотя есть возможности для некоторых воспользоваться данным кризисом и перейти к более устойчивому развитию, но мы не готовы предоставить сейчас анализ в настоящий момент. Уже много говорилось об определенных сложностях. нельзя пока сделать окончательные вызовы, но нужно понимать, что переход к устойчивому развитию не такой простой и конечно же эффект на экономику и общество будет еще чувствоваться, если говорить о климатических изменениях. Есть очень важный игрок в лице нашей организации, мы не должны забывать о том, что экономическое развитие и важность в конечном итоге экономическое развитие это конечно же повлияет на судьбу человека и когда мы говорим о государствах бывшего Советского Союза, экономическое и социальное развитие, которое сейчас обсуждается в среде деловой между правительственными организациями и экономическое развитие, социальное развитие есть определенный треугольник это бизнес общества и правительства и роль общества пока не оценено по достоинству и кто у нас бенефициар экономического развития они, но и также игрок, который может определить возможный риск определенных проектов, которые обсуждают компании и правительство да есть случаи в Российской Федерации когда роль общества приводит к определенным рискам когда недостаточно прозрачности и я должен напомнить вам о недавнем аварии норильского никеля экологической катастрофе и это нас наводит на определенные выводы и если компания имеет определенную стратегию устойчивого развития и у нее есть определенный рейтинг если она не способна интегрировать устойчивое развитие в план своего развития работы это приводит к плачевным последствиям да всегда так происходит когда не бывает разработан и подготовлен такой стратегии устойчивого развития в прошлом году мы запустили навы первые исследования посвященные зеленым практикам финансовом секторе российской федерации первое исследование своего рода я бы хотел поделиться с вами очень важными выводами этого исследования прежде всего к сожалению не хватает понимания о том что такое устойчивое развитие и недостаточно финансирования к сожалению это осознание ограничено тем что люди просто говорят и лица которые отвечают за финансовые отчетности они мало делают и когда мы говорим об управлении риском здесь не видно прокрытие но будучи вовлеченным в работу ряда международных банков что самые лучшие практики которые осуществляются этими международными институтами на протяжении последних 5-10 лет и с этой точки зрения мы бы посоветовали коммерческим банкам посмотреть на практику банков развития и изучить их лучшие достижения и опыт и в прошлую пятницу мы запустили проект вместе с Netflix слишком большой чтобы потерпеть неудачу посвященной роли финансового сектора в устойчивом развитии и работе над вопросами климатических изменений и финансов повседневная практика взаимоотношений с бизнесом показывает что есть еще недооценка текущих проблем мы просим их рассказать о лучших практиках и мы слышим о каких-то вещах типа зеленый офис нет пластика экономия электричества более чистая вода мы пытаемся убедить бизнес что роль их роль в борьбе с климатическими изменениями и как нужно говорить со своими клиентами и наконец мы увидели недооценка роли этого финансового сектора представляет большой риск Михаил Зимоний уже говорил о важности транспарентности и мы поддерживаем его доводы но мы видим что сейчас растет запрос на большую информированность общества и бизнеса по этому вопросу мы знаем из нашего опыта уже что с одной стороны бывает очень сложно для компаний раскрывать и делиться информацией связанной с климатом и иногда когда они это делают возникают конфликтные противоречивые ситуации не конфликтные а я бы сказал когда приведу такой пример согласно экологическому рейтингу транспарентности с помощью этого инструмента мы достигли очень важных результатов компании стали конкурировать за лучшее место в этом рейтинге и чтобы подняться в этом рейтинге нужно публиковать больше экологической информации информации связанной с климатическими изменениями и возникла сложная ситуация когда мы увидели что реальные факты воздействия бизнеса на окружающую среду и мы увидели возможности для бизнеса чтобы они становились более зелеными и делали больше для того чтобы бороться с климатическими изменениями и я бы хотел также сослаться на неформальное обсуждение которое происходило над экономических форумом в России это была беседа между представителем одного одной области и посла в Российской Федерации Швейцарии и он сказал наш представитель что зеленая экономика очень дорогая но ему ответили что она выгодна я бы хотел подчеркнуть вот это высказывание да на самом деле зеленая экономика она выгодна для компаний она приносит прибыль создаются новые рабочие места новые возможности новые технологии инклюзивное развитие и также возможность для новых инвестиций в природу сохранение экосистем улучшение экосистем которые будут работать на наше благо и чтобы сделать вывод я бы сказал нам еще остается пройти большой путь до конечной цели но я уверен что мы обречены все-таки на успех и бизнеса общества и правительства начиная все больше смотреть на новые возможности и эти возможности нам дадут новые элементы и инструменты для экономического развития я буду рад ответить на вопросы связанные диалога с бизнес сообществом и спасибо еще раз за внимание Михаил большое спасибо вопросы будут после презентации и мы начинаем переходим к нашей последней части секции и переходим к отдельным случаям в странах и сейчас у нас будет пример из Китая где очень интересный случай поскольку эта страна мировой экономический лидер но они поставили амбициозную цель чтобы стать очень зеленой страной и до 2060 года избавиться от вредных выбросов и я приглашаю следующего выступающего Хон Ланна представителя Пекинского народного университета замдиректора центра исследования и финансирования законопроектов спасибо прежде всего я хотел бы показать свою презентацию вывести слайды и так благодарю еще раз для меня большое удовольствие и честь выступать на такой дискуссии обсуждая зеленую экономику и ее развитие и сегодня моя тема зеленая политика Китая и зеленое экономическое развитие когда начался началась пандемия COVID-19 она сильно повлияла на нашу страну и на мировую экономику на общество и соответственно люди начали понимать что зеленое развитие это наилучший путь 22 сентября 2020 года президент Си Цзиньпинь пообещал на генеральной ассамблеи объединенных наций что выбросы СО2 Китая достигнут пика к 2030 году и мы достигнем углеродной нейтральности к 2060 году и соответственно это вызвало большую реакцию от международного сообщества соответственно Китай разрабатывает зеленые политики чтобы достичь этого зеленого перехода и достичь углеродной нейтральности у нас есть государственная политика которая является основой для перехода к зеленой экономике 14 мая 2020 года рабочий комитет политического бюро коммунистической партии Китая и его центрального комитета предложил впервые углубление структурную реформу со стороны поставщиков которая предоставила бы Китаю преимущество на рынке и помогло бы использовать внутренний спрос для перехода к новым моделям 24 августа 2020 года председатель Си Цзиньпин сказал необходимо популяризировать формирование новой модели развития при которой внутренние международные циклы используются для поддержки друг друга в этом новой модели развития предлагается она предлагается в соответствии с стадии развития Китая с условиями окружающей среды иными условиями это стратегическое решение по реструктуризации и использованию наших преимуществ международной кооперации и конкуренции также он сказал что вы должны разработать стратегическую основу для расширения внутреннего спроса и ускорения формирования И здесь ключом является зеленое потребление и новая инфраструктура новая инфраструктура включает зеленую энергетику зеленый транспорт зеленое строительство зеленая переработка ресурсов и зеленое потребление включает зеленое сельское хозяйство зеленое биоразнообразие экологическое потребление зеленое потребление которое будет вести зеленое сельское хозяйство новая инфраструктура является движущей силой развития зеленой экономики в Китае она очень важна это очень важное понятие сейчас в Китае она это важная отправная точка для развития экономики ее характеризуется снижение выбросов углерода и перехода на зеленые рельсы развития что включает в себя новая инфраструктура новая инфраструктура включает достижения новых научных новой научно-технической революции внедрения высокотехнологичных зеленых и интенсивных моделей и установления современной экономической системы включая создание механизмов защиты природной среды и предотвращение стихийных катастроф и также кризисов системы здравоохранения внедрения системы 5G облачных технологий блокчейна создание инфраструктуры использование искусственного интеллекта новые урбанизированные элементы инфраструктуры инкубаторы и обновление методов строительства инфраструктуры и также основой является переход на зеленые рельсы развития в сфере создания новой инфраструктуры здесь требуется сравнение существующей инфраструктуры систематизация переход на умные решения зеленые решения это основание и наполнение новой инфраструктуры прежде всего инфраструктура по защите окружающей среды является важной частью новой инфраструктуры во-вторых большинство секторов промышленности в новой инфраструктуре принадлежат к зеленой индустрии которая будет создавать новую современную систему инфраструктуры в соответствии с расчетами института Хайтонг Securities Research в последующие пять лет новая инфраструктура будет стимулировать прямые инвестиции в объеме 10 триллионов юаней и общим инвестициям 17,1 триллионов юаней Су Цзяньпинь заместитель директора национальной комиссии по развитию реформам разбил возможности на три сценария оптимистичные нейтральные и консервативные при нейтральном сценарии с 2020 по 2025 годы общие инвестиции в ключевых сферах составят новую инфраструктуру я имею ввиду составят порядка 17,5 триллионов юаней и также финансовые зеленые финансовые реформы в Китае обеспечивают финансовые гарантии для зеленого развития экономики в августе 2016 года Народный банк Китая Министерство финансов Комиссия по развитию и реформам Министерство защиты окружающей среды и еще 7 министерств совместно опубликовали руководящие принципы по строительству созданию зеленой финансовой системы и это документ стал программным для развития зеленого финансирования в Китае в июне 2017 года исполнительный комитет государственного совета решил осуществить реформу зеленого финансирования и инноваций в пилотных облаках Шинджани Ксенци Куандонг Гинжоу и Ксенцзянь в течение пяти лет за последние пять лет центральные министерства и региональные правительства осуществляли серию мер для поддержки перехода на зеленое финансирование Эти политики продемонстрировали хорошие результаты к концу 2020 года зеленый баланс Китая заставил 12 триллионов юаней это номер один в мире и также зеленые облигации превысили 800 миллиардов юанов что является вторым местом это второе место в мире к концу 2020 года баланс порфель зеленых займов в девяти провинциях где осуществлялись финансовые ревормы приблизительно в шести и шести провинциях где осуществлялись реформы среди инноваций этот порфель составил 237 миллиардов юаней что составляет 15 процентов от общего порфеля займов 136 миллиардов юаней в декабре 2020 года центральной экономической конференции впервые где было заявлено о углеродном пике и нейтрализации выбросов углерода были определены задачи на последующий год в то же время было замечено что финансовая поддержка зеленой экономики ее развитие должна повышаться в марте 2021 года пример Ли Ки Янг предложил правительству отчет о работе в котором отмечались достижения в достижении углеродного пика и нейтрализации выбросов углерода и также внедрение специальных политиков по финансовой поддержке перехода к зеленой и низкоуглеродной экономике в марте 2021 года Иган губернатор извините руководитель Народного банка Китая указал на то что необходимо использовать кредитно-денежную политику для продвижения зеленого финансирования и поддержки достижения углеродного пика и достижения цели по нейтральным выбросам углерода включая использование финансовых фондов и других специальных процентных ставок и рефинансирования и в дальнейшем как мы можем поддерживать достижения углеродного пика и нейтральных выбросов углерода здесь требуется усилие конечно Центробанка нашего национального и также создание рынка углеродного рынка снижает затраты на переход к зеленой и низкоуглеродной экономике рынок углерода позволяет развивать зеленую экономику в Китае на большом в большом масштабе происходит продвижение технологий снижения выбросов углерода снижения затрат на это и также агрегирование зеленых секторов экономики в 2011 году Китай запустил пилотный проект по торговле углеродными квотами в семи провинциях и городах включая Пекин Тайджин Шанхай Шанхун Хубей Гуандун и Шенчжень на ноябрь 2020 года тест пилотный рынок углерода покрыл почти 3000 ключевых единиц выбросов в более чем 20 отраслях включая производство электричества стали цемента и других общие квоты оборачиваемые на рынке составили 430 миллионов тонн эквивалента СО2 и с общим объемом в 10 миллиардов 1 января 2021 года первый цикл национального рынка углерода в отрасли электрогенерации был официально запущен 2225 электростанции начали торговать квотами по выбросу углерода национальный рынок будет запущен в конце июня 2021 года включая две части трейдинговый центр будет находиться в Шанхае а регистрация квот будет находиться в другой провинции итак поскольку Китай использует такое многообразие инструментов и политик для перехода к зеленой экономике уважаемые у вас остается всего минута как раз я у меня остался последний слайд зеленая экономика Китая и наше развитие продвигается очень хорошо к концу 2020 года выручка в этой сфере составила 18 миллиардов юаней и соответственно операционный доход от природоохранных услуг составил 112 миллиардов юаней к концу 2021 года стратегия Китая по сохранению и защите окружающей среды достигнет 5 триллионов юаней по сравнению с 8 триллионами юаней 8 триллионов юаней было в 2020 году но вот это водное выступление рассказывающее о наших зеленых политиках и что у нас используется для перехода на рельсы зеленой экономики в Китай благодарю вас большое спасибо уважаемая Хон за вашу презентацию об опыте Китая в сфере перехода к зеленой экономике и мы хотели бы услышать об опыте Российской Федерации и хотел бы представить наших следующих выступающих от Российского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Михневич управляющий директор департамента международного многостороннего сотрудничества и интеграции и его коллега Марина Азерянская директор по корпоративной ответственности департамента устойчивого развития корпоративной ответственности и социального предпринимательства Пожалуйста предоставляю вам слово Большое спасибо господин председатель Большое спасибо всем выступавшим и организаторам за прекрасные презентации Это отличное обсуждение Я бы хотел осветить некоторые аспекты нашей деятельности РСПП и также Управление корпоративной ответственности Конечно же это одна из основных тем повестки дня в нашей стране и в мире с одной стороны нужно минимизировать риски различных политик и подумать о различных преимуществах и также оценить роли устойчивого развития для международного общества для российского бизнеса и правительства устойчивое развитие и всякие экологические вызовы представляют большую важность особенно в эпоху ковида 19 мы конечно же привержены этим целям и конечно же это нашло отражение в различных стратегических политиках и законодательствах Российской Федерации я бы хотел представить вам несколько примеров связанных с защитой экологии и также борьбой с климатическими изменениями и адаптация к различным изменениям связанным с периодом пандемии и постковидным периодом и рассказать об инструментах итак мы надеемся что наши усилия помогут достичь целей устойчивого развития отраженных в этом документе больше информации о нашей деятельности связанных с достижением ЦУР можно найти в национальном обзоре Российской Федерации выпущенном в прошлом году и очевидно что COVID-19 конечно же привнес серьезные изменения к подходам к выработке политики и эти поправки конечно же очень важны для экологической программы и достижения цели устойчивого развития очень важно для международного сотрудничества международных институтов правительств и ООН и других организаций для обеспечения эффективного диалога между правительствами и бизнесом я уже говорил я бы хотел бы рассказать о нашей деятельности в рамках Б-20 прежде всего это разные аспекты устойчивого развития это традиционные приоритеты сотрудничества Б-20 Саудовская Аравия когда председательствовала она подготовила план устойчивого развития и борьбы с климатическими изменениями что касается эффективного использования ресурсов и тогда председательствовала Италия до 2021 года сейчас мы мы в начале работы когда Италия стала председателем и я бы хотел рассказать об основных основных темах политики Б-20 которые были разработаны в прошлом году когда председательствовала Саудовская Аравия эти политики были разработаны специальной целевой группой по развитию устойчивого развития энергетики и борьбы с климатическими изменениями и четыре основных рекомендации две рекомендации это совместные действия и надлежащая политика и усилия и также усиление большей упругости и стойкости перед лицом угроз климатических изменений и российский бизнес активно вносит свой вклад выполняя эти рекомендации и новые политические меры и то что было предложено нашему бизнесу это отражено в новом политическом документе для восстановления в постковидную эпоху самые лучшие решения которые должны справиться с климатическими изменениями и также отчетность связанная с новыми климатическими рисками и учитывая национальные услуги и секторальные и экологические решения но что можно еще сделать если говорить об экологической программе какие действия могут помочь более устойчивому развитию в постковидную эпоху я бы хотел привлечь ваше внимание к семи моментам первое восстановление требует больших ресурсов это означает что некоторые сферы и секторы пострадают и естественно им будет не хватать финансов нам нужно привлечь больше внимания для создания более эффективных экономических механизмов и также нужно обращать внимание на проблему вредных выбросов углекислого газа и также мы должны предпринять усилия чтобы создавать более зеленую окружающую среду и поддерживать разные проекты и инициативы сокращению выброса вредных газов атмосферу выполнение таких проектов конечно же может помогать дальнейшему развитию устойчивого развития и также энергия и выполнение таких проектов помогает России сократить количество выброса углекислого газа до определенного уровня и структурные изменения в экономике в 90-е годы третий момент различные регионы по традиции стратегические политики те кто принимает решения конечно же бывают разные условия все заинтересованные участники должны решать важные задачи также предоставление энергии энергии и очень важно конечно для стран учитывать эти особые нужды которые часто не могут успешно выполнять политические меры которые подходят для развития партии например принцип некоторых государств требования различать разную ответственность согласно новой конвенции ООН по климатическим изменениям и также политические механизмы вот эти принципы разумной достаточности четвертый момент мы будем поддерживать национальные усилия интеграцию их и предоставлять более благоприятные условия для устойчивого развития и работа в макрорегионе выполнена и выполняется Евразийской экономической комиссии я бы хотел поблагодарить поблагодарить наших коллег представителей ЕЭК потому что диалог с ними и многие организационные усилия они действительно внесли большой вклад в развитие и усиление нашего сотрудничества в Евразии мы думаем что способствование укрепления дальнейшей интеграции будет помогать более эффективному разделению труда и более производительности и также появлению новых рынков и новые участники могут и старые участники пользоваться преимуществами и будут удаляться новые барьеры и также конечно же актуально что новые рынки также должны участвовать и мы видим что эти практики и финансы могут и также принципы управления рисками и разные структуры они также иначе основные факторы имеют большую роль при принятии решений инвестирования и может быть серьезно являться вызовом и власти должны помогать выполнению требований с целью устойчивого развития чтобы говорить о более адекватной роли и избегать создания новых препятствий и барьеров в противном случае и во многих инвестициях роль инвестиционных проспектов это большой вызов и нам нужно уделять особое внимание разным аспектам развития рисков и также необходимо смотреть на повестку дня и выверять ее сверить наши часы сегодня представители международных институтов заявили уже о том что как они видят должно планироваться устойчивое развитие и очень важно конечно же предоставить план по сотрудничеству потому что многие институты сегодня занимаются одними и теми же вопросами устойчивого развития и дублируется работа других институтов да конечно же нужно перераспределить между всеми обязанности ответственности и ресурсами это конечно же поможет справиться с наиболее актуальными вызовами и последнее конечно же сложно нужно заниматься вопросами защиты экологическими и конечно же Анктат говорил нам об этой проблеме 10 лет назад и некоторые моменты связанные с зеленой экономикой и инвестиции и конкуренция когда мы говорим об экономике были опубликованы в 2011 году и те же самые проблемы фокусируются на ОСР и то что было опубликовано в прошлом году что касается рабочих мест и роли роста и вклад на заседание министров ОСР когда говорили о более устойчивой экономике и более прочее и это документ выполнения новых реализации новой политики более устойчив в развитии в период восстановления экономики и политики которые помогают устойчивому восстановлению и не должны быть нельзя иметь злоупотреблять и неправильно использовать они должны отвечать требованиям международных соглашений договоров и правительство должны учитывать возможность чтобы избегать различных препонов тарифных барьеров чтобы убедиться в том что адекватное использование природных ресурсов и должно быть отражено на международных рынках в то же самое время и нужно принимать различные действия на международные и есть конечно неопределенности международные лидеры и действующие лица конечно же если говорить о устойчивом потреблении и снабжении также для бизнес инициатив это очень важно для более детального и цельной оценки я бы хотел передать слово моей коллеге Марине Азерянской которая будет говорить о более национальной повестке дня российского бизнеса спасибо Марина передаю вам слово спасибо уважаемые коллеги прежде всего хочу поблагодарить вас за приглашение и за такие интересные презентации которые мы уже услышали прежде всего я бы хотела поделиться с вами экраном чтобы показать вам проект РСПП который связан с достижением цели устойчивого развития и интеграции как вы видите РСПП предлагает методические инструменты которые можно использовать для бизнеса это набор принципов для ответственного бизнеса и устойчивого развития и основа для создания корпоративного развития и также подготовка соответствующих отчетов в настоящее время организации являются членами этого проекта и общее число около 7 миллионов рабочих мест сотрудников охвата и антикоррупционная хартия российского бизнеса была подписана четырьмя крупнейшими бизнес союзами бизнесменов России это РСПП ТПП Торгово-промышленная палата Российской Федерации Всероссийская Организация Малого и Среднего и Среднего и Малого Бизнеса и Всероссийская Общественная Организация Бизнес России и основная цель этой хартия способствует добровольному участию российских компаний в антикоррупционных программах которые предлагают внутренние процедуру отказ от предпочтения преференции и так далее а затем вы можете увидеть ряд рекомендаций РСПП по использованию этих показателей в управленческой практике показателей это описание и метод подсчета таких показателей затем как вы можете увидеть РСПП это член глобальной ассоции ООН и глобальной инициативы по отчету и теперь перейдем к практическим инструментам национальный реестр и библиотека корпоративов это база данных в которой собираются и распространяются различные данные и сегодня мы зарегистрировали 1163 отчета практически 200 компаний и затем раз в два года мы пишем аналитические обзоры корпоративного нефинансового отчета это так сказать обобщение российских практик распространение опыта другими словами следующая библиотека корпоративных практик социальной ориентации это это также основной центр обмена опытом и распространение информации в библиотеку входят лучшие достижения бизнеса в разных сферах это людские ресурсы экология образование сегодня у нас зарегистрировано около 8050 случаев из 290 компаний в этом году мы готовим новую коллекцию которая называется российский бизнес и права человека я могу вам показать обложку вот этой работы так она выглядит и этой работой мы поддерживаем еще одну традицию которая была инициирована когда мы публиковали предыдущую книгу чтобы акцентировать роль бизнеса в устойчивом развитии цели устойчивого развития ООН и вклад с учетом приоритетов отдельных государств и также вклад бизнеса в достижение ЦУР на международном и национальном уровне и наша новая коллекция наш новый сборник российские бизнесы и права человека содержит исследования компаний на эти темы мы видим увеличение числа участников в этом году мы естественно приглашаем всех заинтересованных лиц для дальнейшего сотрудничества наша общая задача увеличить общее осознание общества и бизнеса и создать более благоприятную репутацию российских компаний кроме того процедура общественного подтверждения информации и информирования об ответственной добросовестной бизнес-практике нефинансовые отчеты и эта процедура устойчивое развитие корпоративной ответственности и отчетность это показатели цели устойчивого развития задача РСПП оценить корпоративную транспарентность в этой сфере этот проект был запущен в 2014 году и эти показатели имеют два инструмента для оценки организации и их вклада в устойчивое развитие для того для того чтобы транслировать в дискорс в плане корпоративной ответственности и устойчивости чтобы это все было сравнимо выражал сравнимых показателях с 2018 года Московская товарно-сырьевая биржа РСПП мы работаем над моделями устойчивого развития юридических лиц и в 2019 году наш проект получил награду сертификат Юнктат и это хороший показатель наших успехов в 2020 году вопрос а был издан седьмой сборник показателей и вы видите можете увидеть если зайдете на сайт РСПП показатели ЦУР РСПП они конечно же дали определенный толчок для бирж и Московская биржа смотрела на показатели РСПП и здесь была здесь были показатели ответственности и вектор устойчивого развития в 2020 году этот показатель на московской бирже РСПП вектор устойчивого развития и прибыльности появился на этой основе чтобы обмениваться общими фондами инвестиций и Россельхозбанк и Московская биржа индекс устойчивого развития рост прибыльности это один и второе это Сбербанк ответственной ответственной инвестиции и в заключении я бы хотел подчеркнуть что РСПП считает важной задачей идентифицировать обобщать лучшие бизнес практики включая участие людского капитала и создание приемлемых рабочих условий и увеличение шансов трудоустройства большое спасибо за внимание Марина Сергея благодарим вас спасибо большое уважаемые участники слушатели мы прослушали очень разные взгляды на зеленую экономику как мы можем перейти на нее и кто получит от этого преимущества зеленой экономики и сейчас настало время задать вопросы нашим спикерам мы получили личные вопросы нашим спикерам но мы приветствуем все вопросы и предлагаем всем спикерам высказаться я хотел начать с вопроса их точки зрения для Николая Помощникова и Игоря Павловича Европейский Центробанк уже внедрил зеленый критерий для распределения финансирования по восстановлению экономики безусловно другие страны последуют этому примеру но инвестиции в зеленые проекты могут отвлечь инвестиции от более выгодных проектов считаете ли вы что такое распределение справедливо для развивающихся стран в Северной и Центральной Азии которым требуется не только зеленая повестка эффективно ли это с точки зрения Европейского Союза с точки зрения восстановления реального сектора экономики пожалуйста Николай Игорь ваши комментарии спасибо большое за этот вопрос я думаю что мы не должны разделять прибыль выгоду и окружающую среду мы все живем в той же окружающей среде и безусловно она влияет на благополучие людей как я уже упоминал в своей презентации необходимо координировать наиболее эффективным образом процветание людей и состояние планеты без этого мы не сможем достичь прогресса иначе если будем искать только выгоду прибыль то мы будем оказывать негативное воздействие на другие сферы на население на планету будет негативное воздействие и в этом основная проблема но я должен вам сказать что мы постепенно уходим от такого подхода когда мы ориентированы только на прибыль и недавно ООН также представила показатели которые будут измерять не только рост ВВП но также будут учитывать экологические аспекты и это очень важно и конечно же я мог утверждать и поспорить с некоторыми участниками которые говорят что благодаря ковиду 19 финансовые возможности уменьшились но я хочу сказать что Эската в своем исследовании показывает что есть достаточно еще возможностей для налогово-бюджетного маневра например могут быть государственные ресурсы могут быть использоваться налоговое администрирование может улучшенно использоваться прогрессивная ставка налогового обложения и так далее и так далее есть очень много разнообразных мер которые до сих пор еще активно не используются и мы должны смотреть на них и смотреть на них более целостным образом вот такая у меня точка зрения большое спасибо спасибо Николай Игорь каково ваше мнение я совершенно согласен с Николаем мне кажется это очень важно очень важный вопрос перед нами прежде всего перераспределение финансирования из незеленых в зеленые направления проекты в ситуации когда процентные ставки практически нулевые и во многих странах мира частный сектор платит за то что их деньги хранятся в центре банки то есть у нас даже не отрицательные процентные ставки это значит что нету перераспределения финансов центральные банки могут печатать столько денег сколько им надо и передавать их частному сектору которые будут инвестировать в зеленые проекты без ущерба для остальной экономики это текущая ситуация и такая ситуация сохранится в последующие несколько лет по всей видимости и глобальные возможности для инвестиций сейчас очень ограничены в текущей ситуации это проблема для частных финансов они не знают на что направить деньги и мы как физлица знаем если мы вложим принесем деньги в банк то нам очень маленький доход дадут потому что сейчас ставки по депозитам минимальные поэтому здесь компромисс может быть такой есть реальный вопрос и есть то что не является для нас главным нам нужно будет ли у нас вот такая вот кредитно-денежная политика ориентирована на экспансию на низкие ставки и будем ли мы ориентироваться на зеленую повестку и второй вопрос относительно справедливости должны ли мы наказывать тех кто работает в угольной промышленности которая одна из наиболее загрязняющих отраслей должны ли мы наказывать тех кто добывает полезные ископаемые но это нужно понимать в более широком контексте мы как международное сообщество боремся с проблемой и если мы не одержим победы то последствия для нашей цивилизации будут очень тяжелыми в худшем сценарии мы вернемся к какому-то цивилизационному укладу где мы сможем обеспечивать может быть только половину нынешнего населения средствами к существованию только трех миллиардов может быть так что на карте стоит многое и мы должны об этом помнить такой вызов стоит перед международным сообществом если мы говорим о двух миллионах или даже десятках миллионов людей которые окажутся под влиянием этого зеленого перехода то легче дать им базовый доход предоставить им базовый доход до конца жизни оказывать им помощь чем и закрывать загрязняющие отрасли чем сохранять их открытыми еще 20 30 50 лет и потом вся экономика и весь мир окажутся в ситуации когда температурные изменения будут необратимыми и нам придется весь подход к производству и вообще все устои цивилизации будут пересмотрены поэтому интересы немногих не могут быть важнее чем интересы всего международного сообщества спасибо спасибо игорь за ваш ответ и следующий вопрос для мадам Лилы Рейна и Игоря с экономической точки зрения внедрение зеленых стандартов технологии в производственные процессы приведет к росту цены затрат производимых производимой продукции таким зеленая продукция не будут доступны для всех может ли это привести к большему разрыву в потреблении между богатыми и небогатыми есть ли способ преодоления этого неравенства между странами пожалуйста большое спасибо за вопрос если я правильно поняла ваш вопрос мы говорим о растущей неравенстве и в связи с и в связи с зеленой продукцией мне кажется что в любом в любом случае существует неравенство будем мы это делать или нет неравенство существует поэтому сейчас уже очень высокий уровень неравенства хотя у нас есть и природные ископаемые используются поэтому если мы будем переходить к более экологичной продукции и тут должно будет компенсация мы видим неравенство и конечно же мы должны бороться с неравенством мы должны бороться с бедностью но что будет приводить к снижению неравенства и вот об этом нужно думать некоторые стратегии например в ЕС говорят о том что если в одной стране производятся определенные товары которые не соответствуют экологическим требованиям что с ними делать облагать их налогами более высокими налогами как это делать чтобы компенсировать этот ущерб поэтому мне кажется отвечая на предыдущий вопрос более нужно в общем контексте этого отвечать я согласен с Лилей что необходимо подчеркивать подчеркнуть что уровень неравенства очень высок и действительно это вызывает у нас беспокойство в Юнгтад но также нужно думать о том что развитые и развивающиеся страны стоят на разных путях и в будущем так же будет если есть зеленая трансформация в развитых странах то без этого мы не сможем обойтись без такой стратегии поэтому я бы сказал необходимо активно бороться с неравенством и внутри стран но также между странами развитыми странами и развивающимися странами они должны сотрудничать и поэтому передача технологий потребуется в будущем и нам необходимо начинать работать над этими вопросами как можно скорее иначе мы можем столкнуться с тем что зеленые технологии будут в развитых странах и использование ископаемых видов топлива и старые технологии будут превалировать в развивающихся странах и дополнительный элемент если возвращаться к зеленым стандартам и затратам на переход к зеленым технологиям многие исследования показывают что переход к зеленым технологиям в экономике может приводить к более высоким темпам роста и к росту трудозанятости и наши собственные исследования в Юнгтадзе которые были представлены в нашем отчете показывают что более высокие темпы роста и декарбонизация экономики возможны и для глобальной экономики соответствующей модели политических решений вопрос микроэкономических затрат которые безусловно будут присутствовать при внедрении зеленых стандартов на этом уровне он должен более чем компенсироваться на макро уровне благодаря большему высокому уровню зароднитости и экономическому росту следующий вопрос для мисс Хон Лан уважаемая Хон можем ли мы ожидать что в Китае вскоре станет драйвером именно зеленого развития зеленые технологии сейчас Китай использует множество зеленых политик и способствует развитию зеленой экономики в Китае кроме того Китай много стран призывает пропагандировать зеленые технологии это также касается разных программ и уменьшение углерода и Китай помогает отечественному и международному рынку и технические развития очень стремительные и сейчас при Синзэпине его усилиях он занимает очень решительную позицию по этому вопросу и поддерживает нам необходимо зеленая земля это ответственность политиков и нашего правительства бороться за зеленую землю чистую воду потому что Китай один из катализаторов так сказать такой политики экологичности тому чтобы мы становились более зелеными и также Китай будет сотрудничать с Европой и Россией и Соединенными Штатами и больше пропагандировать совместными усилиями зеленую экономику чтобы она больше развивалась у нас очень большой потенциал если говорить о Китае и ресурсы и я считаю что эти ресурсы которые можно объединить с Расти нашим соседам мы имеем единые цели чтобы достичь зеленые цели чтобы сократить выбросы СО2 и я думаю да я думаю Китай как страна и ее зеленая экономика и дальнейшее развитие в будущем поможет поддержать и стоять рядом с Европой и Россией в достижении зеленых целей спасибо 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 госпожа Хонг следующий вопрос адресован Михаилу Зимонию и Бабенко частный сектор считается важным источником финансирования устойчивого развития и каковы интересы бизнес-сообщества чтобы предоставлять это финансирование как можно сделать зеленые проекты прибыльными приносящими деньги Михаил вы отвечаете первый спасибо вопрос связанный с мотивацией и трансформацией бизнеса я думаю что есть три ключевых элемента связанные с этим один из них это чисто спрос сторона спроса увеличение спроса со стороны потребителей и клиентов чтобы было более устойчиво развития отдельно взятых бизнесов и отдельно взятых сделок и это становится более распространено конечно же здесь определенные риски но тем не менее растет популярность и ключевой другой элемент это для долгосрочных инвестиций на нашем краткосрочном рынке когда инвесторы начинают верить и вкладывать деньги в более долгосрочные проекты и конечно же вопрос стоимости и доступности капитала когда мы говорим об улучшении ситуации бизнеса является частью решения а не проблемой скорее здесь и конечно же политика сегодня мы говорили уже о вызовах и я в принципе уже коснулся этого не только вызовы есть но и также определенные прорывы в правильном направлении когда мы поддерживаем устойчивое развитие бизнеса который нацелен на зеленую экономику михаил большое спасибо и ваш тёж михаил что вы скажете я могу только согласиться и поддержать то что мы сейчас услышали но два года назад когда мы начинали программу устойчивого развития мы спросили компания почему вас это интересует какой драйвер у вас есть и ответ был такой нам интересно первый драйвер о котором говорили это инвесторы инвесторы они они задают вопросы об устойчивом развитии подробно и нужно иметь ответки чтобы их заинтересовать и второй драйвер это спрос мы называем это в нашем фонде дикой природы это модель власть плюс когда клиент выбирает товары и услуги которые будут какие-то интересные социальные экологические истории за собой и третий драйвер о котором говорили уже и как бы это было неудивительно многие люди не думают об имиджи иногда и дополнительный момент нужно учитывать со стороны инвесторов в России по крайней мере у нас есть некоторые примеры проектов связанных с устойчивым развитием и целью устойчивого развития и здесь не только убыток но здесь управление долгосрочными рисками и потерями и конечно же нужно предвидеть предвосхищать свои убытки и стараться избегать Михаил большое спасибо следующий вопрос Марине Озерянске и Михаилу Зимонину вопрос связанный с практикой отчетности если это станет обязательным можем ли мы быть уверены что преимуществ будет больше особенно если речь идет о малом и среднем бизнесе Марина что вы можете ответить прежде всего я думаю что прежде всего я думаю что лучше всего когда мы говорим о таких практиках мы мы ждем компании чтобы стали более прозрачными открытыми и я думаю они с помощью таких организаций как РСПП будет хорошим решением я я бы согласился с моей коллегой альтернатива это другая опция но реальность что есть риски для рынка риски для планеты и мы и мы не осознаем какие-то риски мы должны понимать вклад конечно же есть какие-то последствия для бизнеса и нужно это понимать и работать над этим конечно же здесь определенные расходы с этими практиками но альтернатива будет гораздо более дорогая впоследствии спасибо большое спасибо следующий вопрос Игорю Полновичу вы пользуетесь наибольшим вниманием у аудитории некоторые компании говорят о том что поставка газа это зеленая но на самом деле нет никаких улучшений связанных с процессом транспортировки но есть какие-то результаты когда торгуют квотами можно ли купить себе зеленую репутацию чтобы компенсировать какие-то усилия и не тратить лишние усилия чтобы стать более зеленым я думаю что этот вопрос нужно рассматривать в контексте того что говорил Михаил Зимоний что сейчас делает частный сектор чтобы представить более устойчивую фазу во многих случаях и в некоторых случаях покупать время чтобы подготовиться к новой ситуации и это хорошо конечно же если проблема что у нас мало времени мы к сожалению уже опаздываем в игре у нас медленная реакция на те изменения которые уже происходят это произошли если говорить об изменениях климатических и по этой причине более агрессивные инициативы которые инициируют правительство и которые присутствуют и должны быть которые нужно также доводить до сведения частного сектора и рынки будут эффективными неэффективными если нет нет правильных ценовых сигналов к сожалению вопросы климатических изменений это как раз тот сфера где очень много ошибок рынка нет сейчас четких сигналов правильных сигналов со стороны рынка для бизнеса чтобы реагировать адекватно и при таком отсутствии устойчивые климатические условия относительно благоприятная температура конечно же способствует такому настроению но мы хотели бы изменить реакцию на решения и политические решения наших правительств и надеюсь это может также происходить на глобальном уровне что касается многосторонних учреждений и есть одна идея это сохранить нашу планету и у нас есть хороший шанс если мы посмотрим на наши непосредственные немедленные интересы что касается моей работы моей индустрии моей сферы деятельности я думаю что заголовок темы сегодняшнего обсуждения зеленая картина зеленая ситуация я думаю что это будет не мрачная все-таки зеленая картина спасибо вопрос от новостного агентства России сегодня адресованный вопрос Михаилу Бабенко в России есть ряд инициатив планируется установить систему дронов чтобы собирать данные на Дальнем Востоке данные лесов как вы думаете такая инициатива может быть интересна китайским компаниям но почему только китайским компаниям вот эта система спутников контроля действительно нужна не только для Дальнего Востока но и для других районов страны и то что мы используем когда получаем изображение со спутников это используется сейчас при разведке на золотых рудниках и также это поможет нам в экологических целях если отвечать на ваш вопрос в связи с загрязнением лесов но есть иллюзия что можно справиться быстро здесь конечно же мы должны думать об энергоэффективности о новых возобновляемых источниках потому что в конце концов картина изменится если клиент признает эту систему и ситуацию и есть определенный риск здесь не только сейчас не признается нашими ключевыми партнерами китай или евросоюз как вы слышали китай сейчас движется очень быстро если говорить об экологии и поставил амбициозные задачи связанные с борьбой с климатическими изменениями и сокращением CO2 я думаю мы должны исти за круглый стол с партнерами из Китая и разработать стратегические планы и обсудить не только землепользование и лесное хозяйство но также CO2 все сферы где можно экономик ресурсов только такой вариант может быть я конечно не могу говорить от лица китайских партнеров какие инструменты могут быть признаны и полезны здесь они Михаил большое спасибо у нас много вопросов но у нас недостаточно времени я думаю что сейчас я задаю заключительный вопрос и после этого мы заканчиваем мы приглашаем всех давать короткий ответ итак вопрос как исследователи мы должны критически думать о следующем гипотезе сегодня концепция зеленого и устойчивого развития но последний вопрос нашей мысли есть ли альтернатива зеленому развитию и если мы будем уничтожены кем-то давайте начнем с Николая Николая Николаевич Николай Николай Николаевич вы нас слышите к сожалению Николай уже покинул нас Игорь а вы что скажете я целиком стою за научную базу и доказательную и научно доказанный факт если 99% ученых говорят что что климатические эффекты которые мы наблюдаем в большей части они являются причиной промышленной деятельности как она ведется и я думаю что нет никакой альтернативы зеленому развитию я бы даже сказал выразился еще более сильно если скажем так гипотетично если это увеличение температуры вызвано не человеческой деятельностью но не только нами но мы вносим существенный вклад конечно же происходят изменения геологические они тоже приводят к увеличению температуры но если мы сохраним хотим сохранить нашу цивилизацию нашу жизнь чтобы у нас было 8 миллиардов населения или больше даже в этом гипотетическом случае мы должны делать что-то с глобальным потеплением на планете чтобы избежать повышения на 3-4 градуса и доказательства которые мы собрали сейчас они свидетельствуют все больше и больше в пользу этой тенденции если мы хотим сохранить жизнь на нашей планете цивилизацию то мы должны делать что-то чтобы минимизировать эти негативные последствия только зеленое развитие я не вижу я не вижу никаких признаков того что есть какие-то другие альтернативы и если мировое сообщество будет двигаться в этом направлении ближайшие 30-40 лет то 2050 году мы увидим какие-то первые позитивные результаты стабилизацию температуры может быть на уровне 2,5 цельсия выше чем при индустриальную эру а если будет 3-4 градуса в конце нашего века то я конечно не доживу этого но более но молодые коллеги и следующее поколение они будут жить в этом мире я думаю от вас действительно зависит как повысить уровень сознания чтобы изменить вот эту траекторию в глобальном спасибо игорь господи зимоний что вы думаете я полностью согласен я буду кратко высказываться нам нужно быстро действовать и предпринимать важные шаги и хотел бы повториться это возможность для нас альтернатива на самом деле не является хорошей альтернативой как на нее не смотри поэтому я просто полностью согласен хорошо мадам Лила я полностью согласна но мне кажется это и есть лучшая альтернатива конечно есть опять же разные кризисы которые на нас обрушатся помните я представил эту картинку несколько волн кризисов которые на нас надвигаются поэтому нужно всегда сверяться с фактами смотреть на то что говорит нам наука и соответственно корректировать то что мы формулируем для себя как зеленое развитие или умное развитие конечно мы должны идти к лучшему более совершенному миру поэтому да может быть это экологическое чистое зеленое развитие как я уже говорила мы используем сейчас целую шкалу мы раньше говорили об устойчивом росте о зеленом росте и мы в общем-то осуществляем перекораблировку перекалибруем и это необходимо делать и еще один момент кто-то говорил на климатической конференции и говорил что я не верю в это о чем вообще говорите какие инвестиции в чистую энергию даже если вы не верите в это хотите вы жить в мире где есть чистая вода чистый воздух мне кажется здесь нет никаких вопросов мы инвестируем в то что приносит нам безусловную выгоду верим мы в это или нет все равно это будет приносить пользу вот такие три момента я хотел упомянуть спасибо спасибо Лила не знаю корректно ли это вопрос для программы зеленой экономики но Михаил все-таки что вы думаете это клише конечно переход к зеленой экономике но я бы сказал так мы используем разнообразные инструментарии мы говорим о циркулярной экономике информационных решений и безусловно новые подходы будут выработаны важно не методы а какие цели мы преследуем а цели это чистый воздух чистая вода чистая окружающая среда в этом ответ поэтому да но другие новые инновационные инструменты будут найдены спасибо Михаил мадам Хонг Лан вы что думаете да я полностью согласна что мы должны избрать путь зеленого развития иначе мы не сможем обеспечить себе светлое будущее и если говорить об Азии Китае у нас была провинция очень зеленая где было много зелени и много деревьев но поскольку люди в этой стране не встали на рельсы зеленого развития они ворубили леса и соответственно их экономика тоже пострадала сейчас этой страны уже страны больше не существует она исчезла это уже пустыня поэтому мы должны думать мы должны выбирать зеленый путь и мы должны делать то что способствует зеленому развитию поэтому я полностью согласна то что это наш выбор это наш единственный выбор я не думаю что есть какой-то другой выбор спасибо уважаемый Хонг итак уважаемые спикеры участники сегодняшняя дискуссия была очень полезной очень ценной у нас была уникальная возможность рассмотреть эту тему с разных точек зрения с точки зрения разных стран интеграционных объединений международных организаций и мы говорим о переходе к зеленой экономике здесь требуется скоординированные усилия на всех уровнях я думаю что наше мероприятие это первый шаг к углублению нашего сотрудничества я хочу вам напомнить что рабочая группа по устойчивому развитию в Евразийской экономической комиссии и также у нас будет конкурс по лучшим зеленым корпоративным практикам мы будем проводить серию мероприятий связанных с устойчивым развитием вы можете увидеть график расписания на нашем веб-сайте и мы будем благодарны если вы внесете свой экспертный вклад в эти инициативы я хотел бы еще раз поблагодарить всех кто присоединился к нашему мероприятию большое спасибо и хорошего вам дня спасибо Андрей до свидания благодарю вас спасибо 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 Спасибо.